Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить эту тему из заголовка, которая под нашим видео, по поводу обмана оператора спутникового телевидения Триколор ТВ при обмене оборудования. Я не буду утверждать, у меня нет никаких там исчерпывающих данных, я хочу просто вместе с вами подумать и обсудить, а также высказать свою точку зрения по поводу этого, потому что в интернете очень много статей по поводу обмена, если вы ведете на ютубе или в поисковике обман Триколор ТВ или там лохотрон и так далее. То есть очень много статей по этому вопросу. Так, давайте разберемся, в чем основная причина такого негодования по поводу Триколора. Очень многие говорят, что Триколор ТВ заставляет менять оборудование и на этом зарабатывать. То есть каждый один-два года каждый клиент меняет оборудование и переходит на следующее. Я буду рассказывать только по своей практике. Я занимаюсь спутником телевидения уже более десяти лет, с 2011, наверное, года. Тогда, в тот период, начиналось... HD приемников еще, конечно, не было. Были приемники Триколор МПГ-2 и тогда только появились МПГ-4. Если говорить о НТВ Плюс, в это время НТВ Плюс был премиальным оператором, у него были дорогие пакеты, то есть у него была своя аудитория. Триколор ТВ более, можно сказать, народный оператор, небольшая абонентская плата. Однако, как оказалось позже, к нему появились претензии о том, что он зарабатывает на продаже оборудования и постоянно заставляет клиентов менять. Так, давайте разберемся, что такое обмен оборудованием у Триколор ТВ. По сути, обмен у него... Это то же самое, что купить новый приемник, однако с небольшой какой-то скидкой, там 10-15%, грубо говоря, как вы покупаете машину в трейд-ин и вы ее сдаете. То есть дешевле, конечно, то есть выгоднее сдать вашу машину, продать на рынке, получите большую сумму и уже потом купить новую машину. Однако быстрее всего, конечно, сдать и не париться. То же самое у Триколор. Он делает какую-то скидку и вы покупаете новый приемник. Что касается именно обмена и вообще для чего менять оборудование. Все течет, все развивается и форматы сжали, видео также меняются. Сразу был MPEG-2, потом появился MPEG-4. Сейчас новые кодеки H.265 и формат Ultra HD. Телевизоры тоже мы покупаем 20 лет назад и не смотрим сейчас наши большие квадратные телевизоры. У нас у всех тоненькие плазменные, точнее не плазменные, уже OLED. И мы наслаждаемся их рассмотром. Вполне возможно, что через 20 лет у нас будут другие телевизоры. У нас будет стена там со встроенным телевизором или еще что-то. То есть, может, перейдем на 5D-проекторы. Кто же знает. Это не значит, что производитель нам обязан делать так, чтобы у нас телевизор работал 10 лет. В принципе, сейчас любой производитель дает гарантию на оборудование 1-2, ну максимум 3 года. В основном 1-2. То есть, телевизоры точно так же. Ну, телевизоры, наверное, 3, но в любом случае он гарантирует работу 3 лет. Точно так же на приемнике. На приемнике Триколора и, в принципе, любого спутника-оператора дается гарантия 1 год. 1 год они прорабатывают точно. Конечно, на практике они работают намного дольше. Давайте вернемся к обмену. Смотрите. Что касается моей практики. У нас достаточно много клиентов, которые до сих пор смотрят тюнера формата MP4, даже не HD. В основном, в основном, те, кто смотрит телевидение там около, спутника телевидения около 10 лет или более, они поменяли приемник один раз. И это, я говорю, не только Триколори. Это, я говорю, и о НТВ+. Потому что, если у вас был старый приемник MP2, НТВ+, точно так же, как Триколор, давно прекратил вещание в MP2. Если у вас был старый приемник, и он у вас там 10 лет, это не значит, что у вас он будет еще дольше работать дальше. Вполне возможно, что там придется что-то заменить, заменить блок питания, отремонтировать. Реально, если говорить об обмене, у Триколора было несколько фаз. Первый – это приемник MP2. Потом появились MP4, когда появились MP4, MP2, MP2 еще работали. Да, Триколор предложил обмен MP2 на MP4, но старые еще работали. У них было меньше каналов, но они работали. Дальше появились MP4 HD приемники. Все остальные пока что еще работали. То есть, если ты хочешь менять и перейти на HD каналы, то ты можешь менять. Можешь просто купить тюнер, можешь поменять. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого. Далее появились еще новые приемники формата H.265, HD, а потом и Ultra HD. В это время началось отключение MP2. В MP2 можно и вместить HD канал. Однако это невыгодно, потому что в MP2 можете вместить один канал, а в это же время в MP4 вы можете пять каналов. А в H.265 вы можете в HD еще больше каналов вместить. Это все емкости на спутнике, на транспондере, все оплачивается оператором. Поэтому, конечно, они хотят сэкономить, сделать больше каналов, наполнить пакет. И в принципе, можно понять, почему отключили MP2. Что касается MP4. MP4 не HD-шные приемники работают до сих пор. То есть, это уже более 10 лет. Конечно, многие приемники зависают. Иногда они не работают. Но здесь уже вопрос не только в том, что они старые. Здесь вопрос, что выходит из строя. Блоки питания, конденсаторы. Необходимо их ремонтировать. У нас достаточно много клиентов еще на этих старых приемников, и они их не меняют, потому что их они устраивают. И в принципе, не задумывается пока что об обмене. Они не поменяют их, когда они уже полностью отключатся. Основная претензия еще к Триколор ТВ, что они специально отключают приемники для того, чтобы вынудить клиента менять на новый формат. Однако достоверной информации у меня такой нет. То есть, да, бывают случаи, отключаются приемники, и ты не знаешь, почему они не идут. Через какое-то время они запускаются, но сложно сказать, в чем дело. То есть, иногда необходимо на Триколоре, у них очень дешево используются блоки питания. Необходимо поставить нормальный блок питания, работают уже тогда лучше. Иногда конденсаторы высыхают, это тоже сказывается на работе. Необходимо все делать в сравнении. Жалуются на Триколор, значит, необходимо сравнивать с НТВ+. Что касается НТВ+, у них тоже есть много неудачных приемников. По сути, у НТВ+, удачные приемники – это только хьюмаксы. Они корейские, они работают качественно, и до сих пор они надежные. Практически ничего в них менять не нужно было со временем. Однако старые саджинкомы или опентечи, они очень глючены. И точно так же иногда пишут в газированный канал и не идут. У НТВ+, есть другая проблема. У них может заблокироваться карточка и просто не работать 7 дней. То есть, служащие поддержки говорят, что все активно. Только ты с опытом понимаешь, что необходимо подождать 7 дней, и она заработает. А почему она заблокировалась, вообще неизвестно. Поэтому здесь такой вопрос спорный. Хотелось бы отметить, что у НТВ+, если мы рассматривали категории приемников, у НТВ+, есть приемники MPEG-2, были MPEG-2, MPEG-4 и HD. MPEG-2 уже отрубились, MPEG-4 работают до сих пор, и HD, соответственно, до сих пор. Новых приемников формата H265 и 4K у НТВ-плюс до сих пор нет. То есть, вы можете сказать, отлично, не нужно менять. Однако 4K-каналов у них тоже практически нет. У них было два канала, по-моему, они сейчас уже не работают. То есть, и там было, ну, лишь бы что там, мне нечего смотреть. А у Триколора в это время уже 10 ультра-HD каналов. И можно посмотреть на современном телевизоре качество 4K. Да, контента немного, но все равно необходимо же двигаться в ногу со временем. У НТВ-плюс 4K-каналы работают только через модуль. Что касается хейтеров, которые говорят, что Триколор заставляет менять оборудование. Но купите ВК-модуль, и точно так же, как у НТВ-плюс, у вас будет работать на телевизоре, и менять ничего не нужно будет, пока не появится там какой-то новый формат. Но если все перейдут в новый формат, то и не только Триколор, но и НТВ-плюс перейдут в новый формат. Я считаю, что акция обмена у Триколора достаточно хорошее решение. То есть, хочешь меняй, хочешь не меняй. Это достаточно выгодно, если приемник вышел из строя, там сдох процессор, и вместо того, что просто купит новый или дорого ремонтировать старый, вы обмениваете на более современную модель. Почему бы и нет? Особенно, если у вас осталась подписка, ее можно перенести. При обмене подписку можно перенести. Тоже очень удобно. Я столкнулся на Ютубе с множеством видео, что Триколор обманул с обменом, за 4 тысячи российских рублей обещал два приемника. Однако у них на сайте написаны все условия обмена. Эти условия реальные. То есть, какие-то есть акции. Нет такого, чтобы в подарок вам дают 10 приемников. Конечно, необходимо заплатить. Но кто вам будет бесплатно раздавать приемники? Бывают акции, когда подписка дается в подарок. Триколор тоже очень удобно при обмене. Бывают разные варианты. Поэтому необходимо читать, думать. Если уж вам совсем не нравятся Триколоры, вы считаете, что он такой плохой, но купите вы приемник НТВ+. Обмен Триколор ТВ стоит примерно столько же, как купить новый приемник НТВ+. Поэтому я считаю, что вы можете спокойно перейти к другому оператору и сравнить. Давайте вместе с вами теперь посмотрим на сайте Триколора, как выглядит вообще обмен. Заходим на сайт Триколор ТВ в раздел обмен оборудования. Так, сейчас какие-то заманчивые акции обмена за 1 рубль. Это все, в принципе, грубо говоря, как кредит. Вы оплачиваете каждый месяц за высшенную стоимость абонентской платы. Поэтому реальный обмен – это вот последние строчки обмен на ультра-HD приемник с подпиской Едино-Ультра. То есть 5500 России. И обмен на HD или ультра-HD – 6500. Разница в том, что за 6500 будет более дешевая подписка, пакет Едино за 1500. Более дешевый обмен – подписка будет более дорогая, Едино-Ультра-HD – 2500. Однако поменять его в меньшую сторону вы не сможете. Конечно, оператору выгоднее, чтобы вы подключали пакет за 2500, потому что коммерческие организации, они работают для того, чтобы заработать деньги. Ну, вы можете заплатить чуть больше и оплачивать более дешевую подписку. Что касается просто купить приемник. Вот запомнили – 6500. Просто купить приемник на сайте Триколора в официальном тренд-магазине. 7400, 7900. То есть разница всего 1000 где-то. Давайте для сравнения посмотрим на сайт НТВ+. Здесь приемник стоит 4500. Это просто купить без обмена. А модуль стоит 3000. Модуль у Триколора стоит тоже 3000. Не хотите заморачивать с обменом – купите модуль. И все. То есть, в принципе, выбор есть. Я считаю, что глупо все бочки гнать на Триколор, потому что он заставляет менять оборудование. У него есть программа обмена. Но, например, мне тоже не понравилась программа обмена в НТВ+. Она прошла намного меньше. То есть буквально там за, если я не ошибаюсь, за полгода НТВ+, просто отрубил всех НТВ-2 абонентов, и все. У всех перестало работать. Поэтому более растянутый обмен, мне кажется, сделан грамотно. Однако есть еще претензия к тому, что у Триколора даже новые модели, которые покупаешь, уже сразу можно обменять. Да, их можно обменять. Но вдруг у вас там попала молния, или еще как-то сгорел электричество, сгорел ресивер. И делать его по гарантии никто не будет. Ремонт его тоже дорогой. Проще произвести обмен. И даже то, что он новый, вы сможете его поменять. И немножко какую-то сумму там сэкономить до обменя. И перенести подписку, которая у вас есть. В принципе, это очень выгодно. Давайте подытожим. Все мы живые люди. У всех разное мнение. Однако, если вас что-то не устраивает у Триколора, вы можете спокойно перейти к другому оператору, наслаждаться просмотром у другого оператора. Потом можете вернуться к Триколору. Можете вообще не смотреть телевизор, что тоже достаточно полезно, особенно в последнее время. Конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Оборудование Триколор ТВ, оборудование ТВ Плюс вы можете заказать на нашем сайте. Переходите туда. Подписчики нашего YouTube-канала получают специальные предложения и скидки. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова